Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей, очень рад видеть вас на своем канале Plant Helper. Вы задаете вопросы, откуда я беру землю, как я выбираю, почему я покупаю верховой торф и что это такое, почему я использую именно такой грунт. Показываю вам, в каком виде грунт ко мне приходит. Вот я принимаю посылку, которая с грунтом Квасман. Я указывал, что использую в основном его, это может быть Квасман, это может быть как альтернатива Дурпета или любой другой профессиональный грунт, который уже готов к использованию. В данном случае я вам показываю грунт Квасман, который пришел мне в 70-литровой упаковке. Грунт уже влажный, и вот в такой упаковке с ним достаточно удобно работать. Ну, этот пакет достаточно мобильный. Что касается видов этого грунта, я использую вот такой Квасман. В данном случае я заказал Квасман фракции TS1, то есть это мелкая фракция, которую очень хорошо использовать для очеренкования. В данном случае я так и делаю. Добавлю в ролик также таблицу с фракциями, дабы вы ориентировались, какой же грунт вам более предпочтителен. Отличаются они в основном по фракции, а PH у них около 6. Эти грунты Квасман я заказываю у своих знакомых, которые коллекционируют фиалки. Они заказывают себе грунт в таком большом объеме, и я покупаю этот грунт, уже знаю, что качество проверенного. На что я обращаю внимание, при приеме грунта я обязательно смотрю упаковку, осматриваю. И чтобы вы знали, где и как смотреть, то я вам покажу, где там указывается PH грунта. В данном случае это 6. И вот здесь как раз и указано, что PH данного грунта 6. То, что мне необходимо, фракция у него мелкая, то есть там 0,3 мм. И влажность у него также достаточная. То есть его не нужно особо поливать. Мало того, что грунт уже приходит к вам такой умеренной рабочей влажности, он еще и смочен дополнительной такой пропиткой, которая не отталкивает воду. Даже если вы в своем вазоне пересушите грунт, то эта пропитка позволит вам при поливе полностью пропитать земляной ком даже малым объемом воды. Очень часто при пересыхании торфа сделать это быстро вообще невозможно. Вода скатывается, и растение, собственно, не впитывает ее, так это должно быть. А скорость увлажнения, особенно при пересушке, она очень важна. Она очень важна. То есть малым объемом вы можете растение очень быстро спасти. По структуре грунт уже очень хороший. Без каких-то включений вы просто его берете и используете. И сейчас я вам покажу, каким образом я его использую. Вот при посадке я беру один вазон. И примерно того же диаметра, как вот длинный. И просто насыпаю, не проверяя совершенно этот субстрат. Там нет ни комков, там нет никаких крупных или посторонних включений. Там также нет каких-то семян сорных трав, которые могут прорастать у вас вместе с той культурой, которую вы посадили. И работать, в принципе, с таким субстратом очень и очень приятно. Конечно, по стоимости он выше. Он выше по сравнению с обычными какими-то универсальными субстратами, малых объемов, которые продаются в садовых центрах. Но за свой опыт выращивания растений я понял, что экономить на таких вещах, как грунты, экономить на таких вещах, как удобрения, не стоит. Это гораздо выходит дороже, а результат положительный вы достигаете именно благодаря таким профессиональным вещам. Поэтому, если вы хотите, можете делать альтернативные землесмеси. Но я ответил вам на вопрос, какие же грунты я использую, как я их выбираю и как это всё выглядит. По вопросу о верховом торфе. Почему я использую верховой? Во-первых, он долго используется. Он лучше сохраняет структуру по сравнению с низинными торфами, которые уже полностью, так сказать, переработаны. Они спрессовываются и держат структуру гораздо-гораздо хуже. Верховой торф, он долговечный. Те растения, которые я посадил вот в такой субстрат, я могу не пересаживать по 4-5 лет и работать лишь с удобрениями. А так как этот торф уже заправленный, то есть удобрения в нём уже есть, расход удобрений существенно падает, а эффективность выращивания значительно повышается. Но на то грунт и профессиональный. Итак, друзья, рассказал я, как я что выбираю, почему я это делаю. Делайте выводы, смотрите, какой грунт вы сами хотели бы покупать. Подбирайте грунт для ваших растений правильно. И всего вам самого хорошего и лучшего, друзья. До новых встреч. Всем пока.